Всем привет! Из Калифорнии. Сейчас мы находимся в очередном пригороде Лос-Анджелеса. Это город Лонг Бич. Населением около полмиллиона человек. И находится он на юге от Лос-Анджелеса. Прямо сейчас я нахожусь около знаменитого лайнера Queen Mary. Когда-то это был один из самых больших транс-атлантических лайнеров. А в данный момент это у нас корабль, отель и музей. Вы можете там остановиться. Это трезвездочный отель. Или просто совершить тур по отелю и кораблю. Чем он знаменит? Он знаменит также тем, что здесь есть привидения. И когда вы хотите, например, заселиться туда как туристы, они вам дают информацию о том, что этот отель корабль с привидениями. И вы уже сами принимаете решение, останавливаться там или нет. Но с одной стороны, может быть, это просто такая приманка для туристов. Кто знает. Здесь у нас колесо обозрения. Вот у нас вид на Лонг-Бич. На центр Лонг-Бич. Вот это вот российская подводная лодка. Я точно не знаю, какими судьбами она здесь оказалась. Но там написано Russian Scorpion. Русский Скорпион. Прямо с Queen Mary. Почему они вместе, не знаю. Надо будет уточнить мне в следующий раз. Погуглить. Или, может, вы тоже погуглить, посмотреть и поделиться со мной, почему это так. А вон там дальше, 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 это уже просто круизный лайнер. Потому что здесь много круизных кораблей. Здесь вообще портовый город. Сейчас мы уже покидаем корабль. Мы направляемся в downtown Long Beach. Смотрите, как красиво. Чему-то напоминает немного чем-то Сан-Диего. Ну, мини-копия. Сан-Диего где-то в два раза больше. Ты, как всегда, везде чисто. Не успою повторять этого, что везде чисто. Никто не фаркается, не плюется, не толкается на уликах. Знаете, вот это очень-очень положительные часа. Не только в Калифорнии, но вообще в Соединенных Штатах Америки. Уважение чужого пространства. А сейчас мы находимся практически в центре Long Beach. И с этой стороны у нас яхты. Вот здесь такая у нас улочка прогулочная. И мы направляемся сейчас к портовой деревне. Очень классный здесь, очень классный воздух. И вообще Long Beach это такой спокойный довольно-таки пригород. Ну, в отличие от вчерашнего района Венеция, где было просто все-все-все, и все смешалось в одну кучу. Здесь так спокойно можно прогуляться. И вообще Long Beach это пригород, который рассчитан на американцев среднего класса. Здесь нет таких вот богатых, шикарных домов, как на Беверли-Хиллз или в Голливуде. Все так спокойно. Такой хороший середнячок живет здесь. Сейчас мы добрались до портовой деревни, так называемой. Ух ты, здесь что такое интересное? Можно сделать фотографию с попугаями. Классно. Что это такое? Какой-то магазинчик. А, это магазин носков. Тут всякие разные носки-то даются прикольные, как в этом, рядом с Universal Studios. А там что-то ухода, давайте посмотрим. А, прикольно. Сейчас мы разговариваем о Псиксах, где вот мы там видели, как делать фотографии с попугаями. Но я не хочу делать никаких фотографий с попугаями, как-то не знаю. Возможно, это больше интересно детям. Да, здесь вот такой вот отдых чисто с семьей, с детьми. Очень хорошо прогуляться. Шоколадная фабрика. Вот, шоколадная. Здесь там маяк с той стороны. Вот все для детишек здесь. Карусельки, видите. Все гуляют с детьми. С маленькими. И не только с маленькими. Вот здесь такая оживленная деревня, смотрите. Тут все ездят на этих вот такси морских. Шопинг. В общем, шопинги, да. И всякие карусельки для детишек. О, хоп-бол-хоп-бол. Сюрис-тикрас. Люди приветливые. О, хоп-бол-хоп-бол. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас мы находимся в так называемом Янг Хаус. Это такой бар, где более сотни видов пива и различных других напитков, отлежащих алкогольных и алкогольных всяких разных. И вот видите, здесь всё-всё занято. Полностью. Вот мы сидим на баре, всё полностью занято. А если бы мы хотели бы сидеть где-то снаружи или за столиком, нам сказали ждать, может, час опять, потому что 26 человек перед нами было дописано. Вот такие у нас крутые длинные стаканы с пивом. Ужас. Я первый раз такие вижу в своей жизни. Ну и всё. Мы покидаем Янг Хаус. Видите, как здесь много народу. Кошмар какой-то. Всё полное. И внутри, и снаружи вообще мест нету. Выпили по нашей огромной-огромной кружке пива, хотела сказать. Бокалу. Сакану пива. Огроменному. Это крайная порция. И вот и всё. Мы покидаем Лонг-Бич. Вначале я думала, что здесь только для детей, как бы для детей, для семейного отдыха. Но после пива я своё мнение изменила. Здесь, в принципе, можно и взрослым потусить. Имеется в виду без детей. Тут и музыка есть. В общем, вот эти вот такси, не такси, а вот такие вот небольшие машинки, на которых можно ездить по берегу. и куча пивных баров, ресторанов. В общем, всего-всего. Видите, люди на велосипедах ездят. В общем, место классное. Нам очень понравилось. И мы хотели бы сюда вернуться ещё раз. Всем пока-пока. Сейчас мы едем в Лос-Анджелес. И по плану хотим посетить мы пляж Мускулос, где тренировался сам Арнольд Шварценеггер и Санта-Монику. Это по плану. Как по факту, я не знаю, получится или нет. Всё, всем-всем пока-пока. Пока, спасибо за просмотр. До новых встреч.